Первое место, куда отправилась наша съёмочная группа, это перекрёсток у Красного Камня, который давно требует немедленного вмешательства соответствующих структур. Не просто проблема, он аварийный. Здесь с правой стороны разведка стёрта, и люди пересравятся в правый ряд, и по правой стороне идут, и слева повернуть направо на заправку просто опасно. Опасность и проблему здесь создаёт и дорога, ведущая к автозаправке. Она узкая, с крутыми поворотами. Не могут проехать даже такие крупные машины, как бензовозы. Доставляя на заправку топливо, они не могут сделать здесь достаточно хороший разворот. И вот, наконец-то, принято решение произвести здесь небольшую реконструкцию и благоустройство. Проанализировав многочисленные просьбы жителей 6-го микрорайона, а также жителей Жуковского проезда, мы вместе с главой района приняли решение, основываясь на решении комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в прошлый четверг. И решение однозначное, во-первых, это сделать с Берёзовой улицы съезд к автозаправочной станции, с тем, чтобы не создавать коллапс на этом перекрёстке. Подъезд к автозаправке и выезд с неё теперь будет с разных сторон, с дорогой шириной в 6 метров. Но здесь существует ещё одна проблема. Это неприглядный проход к Жуковскому проезду. Освещение необходимо, вот это надо как-то изменить. Вообще дорогу проложить нормальную. В плане реконструкции предусмотрено благоустроить и эту часть города. Два пешеходных перехода с освещением вдоль гаражей «Велес» и «Титан», которые люди уже много лет просят. Мы выходили на место, просмотрели это более 250 метров тротуаров, 9 опор. На все эти работы мы затратим около 2 миллионов рублей. Пешеходное сообщение от улицы Берёзовой к магазину «Атак» дали к 7-й школе и гимназии, которая проходит между гаражами, также будет благоустроено. Тротуары, освещение, новые лестничные пролёты. Все эти благоустроительные работы будут завершены к 1 сентября.